Подержанные автомобили покупают не те, кому нужна дешевая машина, а те, кому дешево нужна дорогая машина. Правда, скоро все автомобили, даже поддержанные, будут дороги. В сентябре Ford, Suzuki, Peugeot и Citroёn повысят цены на автомобили. В среднем стоимость машин этих брендов увеличится на 5%. Причина повышения цен – снижение курса рубля. Ожидается, что Ford повысит цены на 2-4%. Цены на автомобили Suzuki вырастут в пределах 6%. Цены на Peugeot и Citroёn вырастут на 3%. Кроме этого, ряд производителей осенью отменят скидочные программы, запущенные летом на фоне дефицита спроса. В частности, Volvo уже отменяет скидки на 130-170 тысяч рублей в зависимости от модели. Таким образом, цена машин увеличится на 6-7%. Ну, то, что Ford цены поднимает, это я могу понять. На него хоть спрос появился. А вот что Peugeot и Citroёn со своим постоянным снижением задирают цены – неясно. Самарский областной фонд жилья и ипотеки подготовил отчет о ситуации на рынке недвижимости по городским округам Самарской области в июле 2015 года. Лидеры спроса, как и раньше, однокомнатные квартиры. Чуть отстают двухкомнатные, а вот трешки проигрывают почти в два раза. По активности рынка лидерство сохраняет Новокуйбышевск, Тольятти – на втором месте. На третьем месте расположился Чапаевск. Наименее активен рынок в Похвестнево. Самая высокая стоимость жилья в Самаре, самая низкая – в Октябрьске. Также, судя по отчету, цены на жилье медленно снижаются. Очередной виток валютных перипетий испортил настроение тем, кто еще раз думал на тему каникулы за рубежом. Увы, но туристический рынок полностью зависит от колебаний валютного курса. Ожидается, что дальнейшее падение рубля приведет к 50-процентному сокращению зарубежных туров уже к концу нынешнего летнего сезона. Пострадает и внутренний рынок. По данным Государственной статистической службы, за первые три месяца этого года зарубежные направления потеряли около 1 миллиона 300 тысяч российских туристов. Это минус 40%. Испания недосчиталась 41%, Австрия – 50%, а Италия – 29%. В общем, сейчас дешевле работать, чем отдыхать. Российский фондовый рынок открылся умеренным повышением котировок по отношению к основной торговой сессии понедельника. Индекс ММВБ подрос до отметки 1646 пунктов. Среди лидеров роста – Уралкалий, Солерс, Интеррао, аптечная сеть 36.6, НМТП и НЛ Россия. Лидеры падения – акции КамАЗа, Русала, Полиметал, Акрона, Мечила, Новотека, Полюс Золото и ТМК. Общий фонд складывается для российского фондового рынка нейтрально. Улучшение настроений на азиатских площадках позволило российским индикаторам отскочить после вчерашнего падения. Индекс ММВБ пользуется дополнительной поддержкой слабого рубля. Фьючерс СНП прибавляет на 1,8%. Торги в понедельном в Европе и США завершились глубоко в красной зоне. Курс доллара на 26 сентября – 69,94 рубля. Курс евро – 80,72 рубля. Золото стоит 2595 рубля за грамм. Серебро стоит 33,44 рубля за грамм. Цена нефтемарки Brent – 43,99 доллара за баррель. На сегодня это все. Удачи в делах.